Здорово, соратник, ну вот и пришла пора пройтись, наконец-таки, по откровенным троллям, в числу которых мы начнем издалека с самого слабенького, с самого неявного, скажем так, который, в общем-то, все правильно говорит, много правильных вещей, и про сатанизм, что-то непонятное про волшебные камни, про какие-то ведические цивилизации и так далее. Ну вот если немножко умные фразы про педлоги Стерезиса, про геористическое оружие и так далее, он вообще умным видом рассуждает о том, как наши предки пережили апокалипсис, разные фразы умные там. Цивилизация вот по этим горным хребтам стала перебираться на юг. Ну куда, вот в ту же самую горную шорю, что сейчас исследуется. Якобы 11 тысяч лет назад был апокалипсис, поток. Следуется экспедиция Сидорова. Вот откуда он все это знает? Вроде бы правильные вещи, но вот из числа разных вещей, умных, о которых он говорит, постоянно увод в сторону, постоянно необосновывая информация. Зачем нужно говорить о таких людях, о вещах? Потому что такие люди, несмотря на то, что он всех называет цеховиками, чуть позже расскажу, и придурками, альтернативщиками и так далее, он сам является таковым, он сам является масоном. Хотя, опять же, за руку не держал, не ловил его с мастерком и с ножичком и прочим фарточки, но по некоторым объективным, субъективным, косвенным, иным. Вот, собирая весь пазл из совокупности всего того, что он выложил на канале, я могу говорить, что он тролль и вбросовик. Почему? Начнем с небольшого обзора. Или поудобнее? И ку-ка-фику, и поехали. Что он утверждает? Откуда он знает, что случилось 11, 10, 12, где-то? Он не говорит об этом, но он вот безапелляционно утверждает. Осколки упали в основном в Тихий океан. Луна или осколки? Осколки, ладно, в Тихий океан, но, значит, что-то ее разбило. А что ее разбило? Он почему-то не говорит об этом ничего. Где остатки этих? Это, получается, должно быть что-то иной материал. Это должна быть какая-то большая гора, по которой явно видно, что она иного происхождения. Вот об этом он всем умалчивает. Ну, вот с умным видом утверждает, что это было. Объясню, зачем я взялся за него. Это просто один из наиболее типичных примеров. Дальше я там разберу и этногенез, и так далее, и всех остальных. Ну, не всех, кого смогу. Это выглядит примерно так. Все его рассуждения и многих троллей. Нужно понимать, как они манипулируют сознанием. Поскольку 2х2 – 5, а 3х3 – 10. То 10 и 15, и дальше он уже манипулирует вот этими вот выводами. Сколько раз можно взять по 15 и так далее. Изначально ложная посылка. Вот в курсе формальной логики, просто в учебниках логики. Вот Блажевича хороший учебник, там в 90-х вышел. Рекомендую почитать. Это называется ложная посылка. То есть в ряде утверждений одно ложное и все остальные утверждения, с которыми взаимодействуют все выводы, которые основаны и на верных, истинных, и на ложном утверждении, они сразу автоматически становятся ложными. Так вот, нужно проверять именно посылки и источники. Вот он утверждает, что... Вот с умным видом, что 11 тысяч лет назад что-то произошло. Ладно, хрен с ним, а мы идем дальше. Что он дальше утверждает? Тоже очередная подмена понятий. Постоянная подмена понятий. Например. Гранитные колонны, которые сравнительно недавно были подняты со дна Выборгского залива и предназначались, по-видимому, для Казанского собора. Колонн много. Непонятно, как сделаны. Да, я о чем и говорю. Есть оплавленные колонны, есть фотографии 19 века и молодые леса и так далее. То есть куча подтверждений того, что в 19 веке, в начале 19 века произошло что-то, что и оплавило колонны, и утопило здание не просто в грунте, а именно в глине. Я делал ролики и в Непале я снимал допотопные дома, закопанные этажи на 5 метров, фундаменты ниже. Я прям раскоп показывал. Ну, камера была вот такая маленькая, там нюансов не видно, но я своими глазами видел и спрашивал у рабочих, которые там копали. Они подтвердили, что на 5 метров внизу фундамент, на 5 метров в центре столицы Непала. В Бангладеш я показывал осколки из кирпичей, которые пропитаны глиной. То есть сверху в жидком виде глина пропитала слой многометровых кирпичей. А он утверждает, что все это сделано искусственно, закопали. На мой взгляд, здание кирпичное в порошок, в осколки перемолоть может только одна сила. Это очень-очень большой взрыв. И затем все это пропитать может только глина в жидком виде. А там именно глина все закопано. У меня много доказательств в роликах по реальной истории. Но вот он утверждает обратное. Смотрим. И причем приписывает кому-то непонятное утверждение, которое сам же развенчивает. То есть я не знаю, кто утверждает то, что вот он утверждает от альтернативщиков. Но он с умным видом опровергает собственный бред, который он вложил якобы в уста своих оппонентов. Слушаем. Я благодарю за теплые слова моих зрителей. Но, как всегда, продолжается негатив со стороны альтернативщиков, свидетелей потопов, ядерных войн и глиняных дождей 19-го и более ранних веков. Сложно спорить. Не знаю, кто там какой-то позитив пишет, но негатив. Это не негатив, это объективная критика. Снова он огульно в чем-то кого-то обвиняет, сразу же приписывает какой-то негатив кому-то. Изначально. Вот интересная манипуляшка. Старая, добрая, масонская, и не только иудейская, и много еще. Какая типичная психологическая манипуляция. Что-то приписывать кому-то, изначально навешивая ярлык. Вот сразу ярлык свидетелей потопа, сразу якобы от них негатив и так далее. То есть уже очернил, уже обосрал. Это уже о нем говорит кое-что. И они говорят, что хватит про эти мегалиты. Это кто же говорит, хватит про мегалиты. По-моему, все, кто изучает именно реальную историю, именно потоп, именно говорит о том, что эти мегалиты сейчас построить невозможно. Не могли мужики в лаптях построить, допустим, ту же Александровскую колонну и иные мегалитические сооружения. Как раз говорится о том, что произошла подмена истории. А вот он все с ног на голову и черное называют белым. Опять же, существование мегалитов якобы у него опровергает теорию потопа 19 века. Но это не теория, это правда. Вот типичный прием психологической манипуляции. Вот для этого я вот эту какашку и разбираю. Смотрим, вот демонстративно, прямо вот детально разбираем приемы психологической манипуляции официалов. А он официал, и я это докажу. Он поддерживает официальную историю о том, что существующее видение истории истинно и не подменяется. Хотя, как бы, говорит правильные вещи о том, что науку искажают, не дают альтернативным двигателям и тому подобное и так далее. Много заумных фраз. Но основная ложная посылка, которая в основании его канала, его утверждения, его деятельности, в том, что вот существующее видение истории, оно практически истинное. А Петербург реально построил Петр и масоны. И позже мы к этому перейдем. Скажу, что мегалиты это основной источник информации о нашей древности. Конечно, и мегалиты можно испортить или соорудить подделку, как это сделали в свое время со Стоунхенджем. Ну, со Стоунхенджем его немножко доработали, а истинно это Стоунхендж был, и фотки есть 19 века о Стоунхенджем. Потом его, правда, чуть-чуть творчески переработали. Но дело даже не в этом. В том, что он, опять же, говорит полуправду. Реальную полуправду. То есть, это не единственный источник информации о нашем прошлом. А потом он говорит чистую правду. То есть, изначально ложная посылка. Для дозравки сначала истина, чтобы мы доверились технике трех. Да, 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 согласились. Потом ложное что-то. И потом снова какие-то убойные, правдивые информации, логика, выводы. Да. И вот он говорит, что да, мегалиты сложно спорить. Огромные. Тем не менее, и даже их уничтожают. Но тем не менее, сложно спорить. Да, в Ливане до сих пор там не уничтожили. Огромные мегалитические сооружения. Да, их сложно. Вот с этим сложно спорить. Никто с этим и спорит. Потому что огромные тысячетонные мегалиты уничтожить намного сложнее, чем книжки. Он вроде бы правду говорит. Но выводы он делает совершенно ложные. В свое время затопили и знаменитую глубинную книгу на корейских камнях, которую открыл Николай Гумилев. Ну, никто ни о чем не знает о том, что там масон Гумилев, где что открывал. Опять же, непроверенная информация. Он сыпет различными так называемыми фактами, которые непроверяемые. Но он их сыпет в качестве цепочки неких утверждений, чтобы доказать истинность своего вывода. Но, опять же, непроверенно. Совершенно верно. Можно переписать. И переписали. Точнее, не переписали, а придумали заново даже. Он сам себе противоречит. Это чуть позже я покажу, когда он ссылается на письменные источники из XIX века. В советское и постсоветское время существовала целая лаборатория под руководством Александра Яковлева, которая этим занималась. А вот, чтобы уничтожить мегалитические сооружения и надписи на них, то тут не хватит никаких ядерных зарядов. Ну, некоторых-то, наверное, и хватит. Но, опять же, спорное утверждение. И никто как бы не утверждает, что это является источником информации. Но он, опять же, впендюрил это утверждение уста кого-то. И сейчас сам эту же свою чушь, якобы полученную от лица кого-то, опровергает. Дешевая манипуляшка. Ну, наверное, надеюсь, что он перейдет к манипуляшкам подороже. Что касается эпиграфических исследований Валерия Алексеевича Чудинова, то сейчас уже можно сказать, что это громадный вклад в альтернативную историю. И вообще во всю историю. Тоже спорно, но это его субъективное суждение. Ладно, пропускаем. Можно сколько угодно говорить, что ликов и надписей на мегалитах нет. И что Чудинов фантазер. Но они есть и часто видны даже невооруженным глазом, как, например, в Синьизе. А свидетели потопов опять утверждают, что я перекрасился и кому-то продался. Вот опять он делает какой-то вывод, что кто-то что-то утверждает на основе того, что якобы лики на мегалитах есть. Какая связь, я не знаю, но он делает вывод о том, что он не перекрасился и не продался, потому что Чудинов прав. Вот какая логика? Но он как-то искусственно манипулирует, делает вот такие выводы и делает какую-то связанную цепочку рассуждений. На мой взгляд, это тоже абсолютный бред, но для многих, кто не очень критично и нелогически следует его рассуждениям, это как-то прокатывает. Но я никогда не поддерживал их сумасшедшие идеи. Посмотрите мои выступления за 14-15 годы. Да сейчас посмотрим. Когда альтернативщики стали распространять свои гипотезы. Но вообще-то они и раньше начали распространять гипотезы. Гипотезы вне связи от твоего бреда. О потопах и прочей небылицы. Независимость. Чего только они не говорили. Что колонны Исаакиевского собора полые, что они составные, что они отлиты из бетона. Есть и полые, и составные, и свидетельства отливки, и так далее. А сам-то он ничего не предлагает. Он не говорит, как они были сделаны. Он просто говорит, что они есть, и это опровергает все выводы альтернативщиков. Какая выводы и логика, я не знаю. Какая логика тут может быть? Каким образом существование колонн что-то опровергает? В его сознании. В выводы. То есть, уточняю его утверждение, что альтернативная история не верна, потому что есть колонны. То есть, получается, официальная история верна? Так пол. То есть, реально, мужики в лаптях бородатые построили Исааки, да? Три на восемь ступеньки. Чем они? Да даже для пилы нужна легированная сталь, которую не сделать кузнецу. Этого нужно производство. Высокотехнологичное производство, которого не было в девятнадцатом даже веке. Что их откопали поблизости у Невы, и они были принадлежностью какого-то древнего великого города. Что колонны обрабатывались на токарном станке. Нет, блин. Жопой свои отполировали, а елбом обстучали четкую эллипсоидную фигуру. Александровская колонна. Да? Никак иначе. Что Исаакиевский собор строили от Ланды до Потопа. До Потопа, да. А кто строил, ну, уже не важно. Ты-то что утверждаешь? Который случился в девятнадцатом веке. Ну, а мы в Выборге посмотрим на колонны, точнее на заготовки колонн для Казанского собора, и убедимся, что все это действительно глупости. Таким образом, посмотрев на какие-то большие камни и другие колонны, можно утверждать, что другие колонны уже стоящие в Казанском соборе. Откуда он знает, заготовками для чего являются большие валуны в Выборге? Вот откуда он это знает? Но он с умным видом утверждает, что да. В общем, что вот он делал эти колонны, сделал, не доделал, бросил, говорит. Да вот я готовил для Казанского собора. Лично прям. И забросил. Вот он точно знает, что это для Казанского. Но откуда эти утверждения? Но только и глупости. Ведь какова главная идея альтернативщиков? Ну-ка, ну-ка. Чтобы отопы, ядерные войны и глиняные дожди зачистили древнюю цивилизацию и власть перехватили редких, современных правящих семей. Ну, пожалуй, так. А вот сейчас пик манипуляшки, пик его манипуляций, что он вменяет в вину. Поэтому так называемая элита совершенно не ответственна за убийство, за подмены правителей, за революции. Это где это поэтому? Вот кто утверждает, что современная вакханалия не произошла вследствие смены власти, скажем так, в 19 веке? Наоборот. Все утверждают обратное, что нашу цивилизацию уничтожили, вместо этого перезаселили, немножко генетически изменив и так далее, частично дав нам разъединяющие нас религии, страны, создав масонство в нынешнем виде и так далее, по политике разделяя властву. И именно всем этим рулит, то есть всю ответственность несет так называемая элита, которая не считает себя даже частью человечества. Они сами об этом говорят и разделяют. Об этом я тоже поговорю. И он вроде как бы правду говорит. Вот с чего он взял, что кто-то из альтернативщиков говорит, что современная элита не несет ответственности за то, что происходит сейчас. Но он именно это сам вложил в уста кому-то и сам опровергает. Это очень говенная манипуляшка, как и он сам кусок фекальки ментальный, на ментальном плане, со всем его каналом и всем утверждением. Ведь сейчас не о нем, как о личности, я о уровне и качестве его утверждения. Он ментальная фекалька, как бы он не пытался скрыть этот факт за умными разными словами. И я это сейчас докажу, что все, что качество всех его утверждений, это примерно фекалька, как бы он не пытался скрыть это за красивой умной упаковкой преподавателя какого-то там. Перехватили предки современных правящих семей. Поэтому так называемая элита совершенно не ответственна за убийство, за подмены правителей, за революции, за голодоморы, за организацию войн, за искусственные эпидемии вроде чумы, испанки, за истребление индейцев, среди которых было много белых людей. Но вот, по-моему, наоборот, и ответственны. И я именно это утверждаю. Вообще много бреда в его утверждении. Вот он показывает мегалиты и говорит, что... А, вот самое интересное. Сразу к делу. Потопа не было, потому что все закопали сверху сами. Вот неизвестно откуда привезли, неизвестно откуда взявшуюся глину. И закопали первые этажи зданий всех по всему миру, включая на Высокогорье. Вот просто закопали. А до этого иногда перетерли в порошок кирпичную крошку и пыль и камни. Огромное количество зданий, как я вот показывал в Бангладеш. И закопали. Огромные земляные работы. При населении где-то в 5% от нынешнего. Потому что даже по официальным данным, вот если брать каждые 25 лет, даже с войнами увеличивается в 2 раза население. Примерно. При нормальных условиях, без геноцида. У нас сейчас геноцид идет. Если отчитывать обратно, вот допустим, с 70-го года, даже вот в СССР война, откат, потом раз, в 2 раза увеличивается население. Это все уже Кунгуров хорошо разобрал, даже не хочу повторяться. Так вот, примерно количество населения в начале 19 века было, ну, от 3 до 5% от нынешнего. Вообще ни о чем. ...вух площадей, верхние и нижние, между ними были торговые ряды. Торговые ряды снесли, площадь выровняли. А сан Таганский холм сравняли, весь грунт распределили, чтобы сравнять территорию. Действительно, торговые ряды снесли, какие-то старые строения оказались захопанными. Ничего тут странного. Вот на этой идее, что в 30-х годах, 20-го века, что-то засыпали. Он говорит, что везде все засыпали. В последние годы любителями альтернативной истории собрано невероятное число фото с засыпанными грунтом этажами домов. Вот он утверждает, что вся история получается истинно, которое он говорит, да. С расковками старых зданий и сооружений, произведенных в глубину до 10 метров и более. По этому поводу написаны многочисленные статьи и сняты фильмы. Тема стала широко обсуждаемой в интернете. Причем эти любители альтернативной истории безоперационно заявляют, что причиной засыпки зданий являются глобальные потопы середины и начала 19-го века. Либо конца 17-го века, а также середины 14-го. А на вопрос, почему эти глобальные потопы не отражены в истории, художественных и литературных произведениях, а также фотографиях, появившихся в первой половине 19-го века. Они отображены на фотографиях середины 19-го века, а там я уже много-много разборов делал. ...отвечают, что история была зачищена в середине 19-го века и затем полностью переписана. Уничтожены были и художественные, и литературные произведения. Высказываются еще более экзотические гипотезы о глиняных дождях и даже ядерных войнах 19-го века. Причем некоторые альтернативщики уже говорят об этом не как в гипотезах, а твердо установленных вахтах. Ну, я видел оплавленные колонны, я видел оплавленные кирпичи, засыпанные этажи и засыпанные крошку кирпичную, залитую. Я видел глину поверх чернозема, я видел метровые слои и кунгуров, я показывал метровые слои человеческих костей с немножко иной формы черепами. В Орле я это видел, показывал. В Туле я это видел, только еще тогда не снял. Здесь те люди, которые на Москву возят чернозем, они, оказывается, берут не сверху здесь с полей, чтобы это палило, а в одной ложбинке под слоем глины на глубине 12 метров. Класснейший, чистейший чернозем очень много. Вот там они его берут и продают в Москву. Не буду говорить, где это, чтобы не палить. В общем, везде под слоем глины чистейший, класснейший чернозем, существование которого в официальной истории не может объяснить и официальная идеология. Да, для меня это истина. А он высмеивает это, надо же. А начинались все эти фантазии в совершенно невинных фото с петербургскими домами, у которых подвальные окна находятся ниже уровня наста. Не уверен, что только с петербургскими. Это еще и на Западе много сайтов интересных, англоязычных и так далее. То есть это движение, в отличие от альтернативщиков, вот так называемых плоскоземельщиков, альтернативной формы земли, оно только на энтузиазме, а не на поддержке масонов. Потому что плоскоземельщиков раскручивают YouTube. Вот фактчекеры ни разу не банят. Кто-то скажешь про уколы и сразу банят. Кто-то скажешь про выборы, банят и так далее. А вот про плоскую землю только пиарят и раскручивают. И то же самое с Аля пиарят и раскручивают везде. Разные интервью. Там. Вот можно посмотреть, с какими каналами Саль сотрудничает. Очень большой долей вероятности это будет тоже масонский тройский канал. Но об этом чуть позже. Дорогой. Поэтому начнем с Петербурга. В интернете можно найти статью Евгения Преображенского «Засыпанные этажи Санкт-Петербурга, Москвы и других городов». Развенчание мифов. Статья «Мифы о потоке». Вот сразу к другому авторитету как бы ссылается, где какие-то две фотографии и так далее. Якобы закапывали. Закапывали, причем массово, причем вот делать больше нечего. Кроме как... Ну, чтобы перевести такой объем грунта, площадь, допустим, Василия Островского, там вот этот вот взять слой, хотя бы метр. И Кунгуров об этом разбирал. Простые расчеты. На телегах. А телега – это 500 килограмм перевести максимум при той нагрузке, которую может одна лошадь. В общем, никаких погонщиков и никакой еды для лошадей не хватит, чтобы хотя бы метр грунта, хотя бы с Василия Островского вот этой территории перевести куда-то. Либо навести, которой нет. Это просто бред. Не хочу. Дальше. Смотрю, 20 уже в чем-то минут идет. Я кратко уже все закругляюсь. Хватит об этом деятели релизанным. Вот так вот. Усиков не хватает. Говорит только постараюсь ускоряться. Хотел разобрать еще несколько клипов, но это затянется. Все. Сразу к сути. Левашову, то я считаю, что этот человек совершил гигантский жизненный подвиг. В чем жизненный подвиг состоит? Он не рассказал. То есть за те 6 лет, которые он... Левашов 6 лет, но он не 6 лет на самом деле. Он с 2001-го, когда его масоны Путина пригласили в ложе определенной Питерской. И он каком-то в 11-м. В 9-м, по-моему, Петрова. А вот он сам по-моему, 11-м. Ну, не суть, не суть. Ну, тут главное... Зачем он сказал 6? Потому что это код, масонский код. Пустерка их любимая. Обязательно где-то вот на 15-й секунде цифра 6 должна просвучать. Никуда без этого. Прожил в России после приезда из Соединенных Штатов. Вот хороший вопрос. Он в 91-м, по-моему, уехал из России для масонского обучения. Понятно. С 91-го, там, 10 лет с чем-то. Стоялся хрен знает где. Проходил обучение. Якобы у него там какой-то замок во Франции. Непонятно откуда появился. После членства, вступления в членство, ему друзья какие-то карты давали, якобы, истинные. По форме земли и так далее. И вот он вдруг резко с чего-то решил приехать в Россию. Вопрос с чего? Пусть каждый подумает об этом. Сделал столько, сколько не сделал. Он, наверное, никакой другой человек. Чем он мерил? Сколько он сделал? Сколько сделали другие люди? Для возрождения нашей страны. Как Левашов возрождал-то нашу страну? Сказками про оболганных русов, как он говорит? Сказки про сказки, про Настеньку, которая там парой сапог железных стоптала. Где источники этих сказок? Где источники сказок о сказках Левашова? Чего он сделал? Левашов утверждал, что называемые храмы, церкви – это шкулы. Канада же. И так далее. Просто абсолютный бред. И ни слова о потопе 19-х. Ни слова от Левашова о потопе 19-х. Ну, или хотя бы для попыток ее сохранения. Исторические его книги историками, конечно, будут оцениваться отрицательно. Да, они и мной не очень положительно оцениваются, потому что сказки, сказки, Россия в кривых. Я не уверен, что было понятие России до 19-го века. Я не знаю, что было до начала 19-го века. Лишь догадываюсь, да, были некие, скажем так, территории. Не могу сказать, что государство. Да, есть некоторые воспоминания. Не могу сказать, что это была так называемая Россия, Русы и так далее. У меня нет информации, потому что все, что мы знаем, это сказки. Откуда он так вот безапелляционно утверждает, что и как? Его физические книги и книги по устройству Вселенной так же не будут приняты? Тоже сказочки, тоже сказочки. А сон, а сон. Сходки с Рокфеллером случайно. Что он делал, ну, это как бы его фантазии, его утверждения. Пусть каждый решает самостоятельно. Ну, вот его масон, членство масонских ложек, оно, по-моему, очевидно. То, что он утверждает. Ссылка. На секты. Вот просто набираешь левашов масон. Лучше, конечно, DuckDuckGo. И набрать, допустим, левашов. И совершенно другие будут. И картинки. И результаты поисков. Кстати, вот можно сравнивать. Пошел. В 95-м году. Кленство масонской ложи. США. Вот неплохая статья. Там он говорит о фотографии об этом. Ну, примерно так, да. Пошел. Фартук случайно попал. Ветром принесло на него. Передал книжку свою. Рокфеллеру. Одному из. И случайно сфотографировался. Именно в красном сфоте. В особняке у Рокфеллера. Да. Но случайно мимо шел. Бывает. Чем он не отрицает этого. Ну, помимо бреда. Дело в том, что здесь. Вот он утверждает, что. Сергей Саль утверждает, что. Именно. Масоны построили Петербург. И вообще весь Петербург. Масонский и так далее. То есть он опять же косвенно подтверждает. Потом еще много у нас тамплиера говорит и так далее. То есть он подтверждает. И те источники, которые есть информация. В официальной доступе, скажем так, официальной информации. В официальной информации все факты, которые там есть, он ни одного не опроверг пока. Да, добавляет много сказок. Иначе интерпретирует. Но, допустим, факт основания Петербурга Петром, то есть всю нелепость официальной истории, он подтверждает. Настоящее болото было. Буду знать, что настоящее болото было. Пальмы там были. По моим воспоминаниям, по воспоминаниям Моны. Я обучался в Питере. Не в этой жизни, конечно. То есть были песчаные косы, а между ними болото. Вот сам помню, да? Значит, что сделали, когда приехали работники Петра Первого? Они все вот эти косы сравняли. А он вообще представляет объем земляных работ, которые сейчас с бульдозерами и экскаваторами хрен совершишь на таких площадях. А крепость звезда Питера, она даже больше современного Питера. Потому что остатки звездных сооружений, они находятся в тех самых болотах. И болота-то появились в результате изменения климата в 19 веке. До этого болот не было на территории Питера. И сейчас местность заболочена. До этого все было иначе. Были пальмы, повторяю. Климат был. Поскольку атмосфера была больше, атмосферное давление, то как бы одеяло, вот это теплое, оно теплорегуляторную функцию считало лучше. Был очень мягкий климат. Влажный мягкий климат везде. И довольно жаркий. Потому что фонтаны-то везде стояли. И для энергетики, и для охлаждения. Засыпали болото, и стало одно большое болото. Так засыпали болото, или все-таки стало болото? Где логика? После этого пришлось делать каналы. В чем я смотрел рисунки Пушкина. Вот он чуть раньше, я говорил, он опровергал и письменные источники, потому что они подделаны и переписаны. Ну, как я сделал вывод из его утверждения. И доверять можно только мегалитам. Вот исключительно. А сейчас он на какие-то якобы рисунки Пушкина ссылается, ставит в заставку почему-то напечатанные в 19 веке книги. Явно не Пушкин, и явно не рисунок, а схему. А вот сам рисунок Пушкина якобы Пушкин не показывает. И Пушкин-то не в 17 веке, а там в 18-м, 10-й год. Первый с под десяток, когда Пётр только начал строить официальный верт. Светская война-то была. Откуда Пушкин-то знает? Как рисунок Пушкина может подтвердить то, что в 1710 году было болото на месте Питера. И построил Питер. На мой взгляд, никак. Но вот он безапелляционно, вот с наглой рожей утверждает, что поскольку Пушкин что-то там нарисовал, то там было болото, и всё сравняли с землёй. Высокие 10-метровые барханы из песка взяли, перевезли на другие места, и везде стало в результате этого болото. Вот где логика, я не понимаю. Значит, на Васильевском острове были песчаные косы 10-метровой высоты. То есть росли огромные сосна вековые. Всё это было срублено, и действительно всё превратилось в болото. Да. То есть гору 10 метров раскидать по болоту, и всё равно станет болото везде. И на месте горы, и на... В том месте, куда перекинули эту гору. Где логика? Короче, мне надоело уже разбирать... Ну, это просто явный пример цехового тролльского вброса. Вот весь Саль, его идеями о тамплиерах, о крестовых походах и так далее, много у него интервью, рассказов и всего прочего. Это всё один большой масонский вброс. Поэтому тренируемся, включаем логику, фактическое мышление и смотрим приёмы манипуляций. Учимся защищаться и чистим сознание, потому что в нашей информационной войне очень многое зависит от чистоты и ясности ума и сознания. Поэтому всем тем, кто меня смотрит, моё официальное утверждение, моя официальная точка зрения, Таль, тролль, подозреваю, масон, мои ощущения, это не доказательство. Поскольку он пиарит официальную историю, пиарит то, что якобы ничего не было в 19 веке, а история истины, и реально Пётр построил Питер. Непонятно, как правда он где взял миллионы тонн гранита и как он его заливал, потому что много роликов по бетонограниту Питера. Невозможно делать такие закругления технологиями 18 века. 300 лет назад да даже 100 лет назад не было возможности пилить гранит. Потому что чтобы пилить гранит нужен алмаз по современным технологиям. Исаки не могли построить мужики. А вот Саль именно это утверждает. Поэтому Саль как и Левашов, те кто в секте Левашова просто не страдают мне кажется недостатком критического мышления и излишнюю веру в сказки. просто повышенный уровень сказочности. Так вот на этом замечательном выводе по-моему и достаточно можно завершать сегодняшний ролик. тролль и Левашов и тролль Саль не наши товарищи. Смотреть их не стоит. Не нужно пить все море чтобы понять что оно соленое. Опять же по совокупности доказательств. Если это пахнет как какашка если это выглядит как какашка есть это не на любителя. Какой бы обертки это не было. Поэтому по совокупности анализа и утверждений самого стали о внутренней противоречивости то на письменные источники нельзя ссылаться то он сам на них ссылается. В Питере якобы весь Питер закопали специально и об этом никаких упоминаний нет. А построил его реально Питер Питер который по всему миру непонятно откуда глина взялась он умалчивает и делаю вывод что он тролли смотреть его не стоит. Поэтому включаем мозг добра соратников и до новых встреч кого еще разобрать с решивками. Пока. Продолжение следует...